Продолжение следует... Вы тратите деньги, и за счет ваших потраченных денег вы сокращаете себе жизнь. Вот, собственно, генеральная идея. Почему к этой теме относятся без интереса, я до сих пор не знаю. Но вот таков мой опыт. Ну ладно. На мой взгляд, тема актуальнейшая. Но тем не менее, я не могу никак уговорить, просто обратить на это внимание. Так, как мне тут с чего переключить? Ну, уже по установившейся традиции я начинаю с нашей любимой темы сейчас эпидемии. В порядке обмена информации у меня сегодня 13-й день голодания. Всегда, когда вот эта эпидемия наезжает или наступает и так далее, первое, что я делаю, я просто начинаю голодать. И это стопроцентная гарантия, что мне так, по крайней мере, может, как раз на 36-й год я ее все-таки, как бы, меня она заденет. Но пока что вот так. Тринадцатый день делаю две зарядки, дыхательные упражнения. Примерно у меня час, час десять на, в общем, как бы, самообслуживание проходит за счет, уже мы с вами много раз эту тему обсуждали. Вот и все. И это, ну, стопроцентная гарантия только Господь Бог может дать. Я могу сказать, что меня это, вот, я проходил мимо всех практически этих эпидемий, какие там были ложные и правильные. Более того, я лучше себя чувствую. Я, наконец, закончил книгу «Как стать счастливым гольфистом». Сейчас вот занимаюсь ее редактированием и так далее, и так далее. Работспособность повышается. А так как нас никуда не пускают, то все сложилось замечательно. Голодать, когда у вас 24 часа в сутки в вашем распоряжении, вам можете распределить ваши силы так, чтобы было хорошо. Но нужно обязательно соблюдать здоровый режим, имея в виду дыхание, питание, весь личный ресурс и так далее, и так далее. Так, у меня еще одно преимущество через дорогу в моей московской квартире. Я перебегаю, там лес 10, а в окружности 10 километров в Ясене. И, в общем, вот этих проблем там встретить миссионера или кого-то, полицейского, там практически невозможно. Ничего нового я в этом плане больше сказать не могу. Просто еще раз подчеркну, что я прям ссылаюсь на Мясникова. У нас тут доктор Мясников, который, на мой взгляд, практически единственный доктор, который говорит, начинайте делать зарядку, начинайте правильно пить, сбрасывайте вес, двигайтесь и никаким вирусом не заболеете. Не заболеете. Вот я вот из этих, хоть я и не доктор Мясников, самое надежное средство. А если вы еще проголодаете, резистивность вашего организма, это я мерил, отвечаю за это, увеличивается в три раза. Вирусу вот в таком варианте делать нечего совершенно. Так что вот общая стратегия этого процесса. Ладно. Ну вот, вредная привычка. Любое, смотрите, это определение классическое. Любое систематическое, подчеркиваю слово, систематическое. Отклонение от вашего стиля жизни, приводящее к сокращению срока жизни. К сокращению. И сейчас вот мы эту тему будем подробно обсуждать, там их хватает, этих вариантов, вредных привычек, но тем не менее. Вот несистематическое отклонение. Это нормально? Ну, попросту говоря, вы что-то попробовали. И у нас система уникальная. Любое несистематическое воздействие на наш организм рассматривается как логарифм от этого воздействия. Ну вот, переходя к математике, то есть вы там подействовали на глаз там ста процентами света, а он воспри, он реагирует на это так, как будто бы там всего два процента действует. Есть защитная система на любое внешнее воздействие, незапланированное, случайное и так далее. Если же его уже изо дня в день, изо дня в день, что это делает организм? Если это отрава, он пытается за счет своих внутренних ресурсов как-то нейтрализовать. И если еще самое противное вот здесь есть, если в этом организме эта отрава есть, вот алкоголь, это прям яркий пример. У нас вырабатывается немного алкоголя. Что делает печень? Это вот она этим занимается. Что делает печень? Она просто отключает производство алкоголя. Печень уменьшается в размерах и в конечном итоге вроде как зачем мне заниматься этим самым алкоголем, если он поступает извне систематически. Вот алкоголик этим и отличается от один раз попробовавшего человека. Первая реакция, первый раз пьющего человека кошмарная, кружится голова, там-то все, ну в общем, ничего хорошего, мозги перестают работать и прочее. А потом адаптация организма, ему-то куда деваться, он вас не может остановить. Поэтому начинает приспосабливаться или бороться. Первый раз это борьба, а потом приспосабливаться как может и все. Другого ничего не может быть. И вот эта вот сакраментальная фраза. Любые привычки входят в нашу жизнь через 4-5 месяцев. Если вот ваше несистематическое воздействие становится систематическим в течение 4-5 месяцев, организм перестраивается. Кровь, там лимфа, в общем, все что там, все органы и так далее. И начинает жить с новым счастьем или несчастьем, как хотите сказать. Ну, в данном случае мы говорим о бредных привычках. Вот и все. Так что за 4-5 месяцев можно как бы себя приучить и перестать перестроить организм. Чтобы потом потерять много лет жизни или там несколько лет жизни, это как бы другой вопрос. Это к нашему несчастному организму как по отношению. Он делает, что может. У него такая система настройки. Теперь, как бы, откуда берутся вот эти самые страсти-мордасти? Значит, есть один из способов заработать на наших, как бы, вот этих самых привычках. Производится алкоголь, производится табак, производится эти цветные напитки, производится там всякие наркотики и так далее. Ребята зарабатывают деньги. Вы тратите деньги свои. Плюс вы сокращаете жизнь себе. А они на ваши деньги увеличивают продолжительность жизни. Если они тоже не алкогольки, естественно. А как правило, вот я имел случайный, ну, имел случай взять интервью, вот тут как раз у директора, одна из табачных факторов. Первый вопрос, который я задал. А вы курите? Нет, что вы. Нет, что вы. То есть он знает, что он травит остальных, а я, говорит, зарабатываю. Это кому-то очень важно. И так далее. Ну, и так далее, и так далее. Чего тут рассказывать? И диапазон вот этот 52, минус 52. Вот здесь стоит ошибка там, правильно? Минус 52 года. Ну, вот тут лозунги, я знаю, почему-то на них никого не действуют. Я однажды, так сказать, делал опрос среди пьющиков курящих. Вот я задавал вопрос. Вот сколько, насколько жизнь сократится? Вот вы пьете там, да, я немножко пью, я там стакан красного вина, там, ну, кто что говорит, там, или очень маленькую рюмочку перед обедом, это вот так называемое умеренное пьющее. Все считают, что это примерно, да, говорит, это, и мы понимаем, что это не увеличивает продолжительность жизни. Ну, подумаешь, 2-5 лет максимум, 2-3 года обычный ответ, значит, мы потеряем, но то-то мы радуемся жизни. Вот это вот, когда им говорят, что это 10-25 лет, зависит от того, насколько они умеренные. Если либо начинают проверять, либо, так сказать, просто перестают умеренно пить. А уж курение – это вообще кошмар. Я никогда не забуду, как у нас один уникальный спортсмен, не хочу называть его фамилию, по борьбе с самбо, это вот в нашей секции, он начал курить. Что у него там случилось, какие-то семейные проблемы, еще что-то, я не знаю там детали, вернее сказать, не помню детали. Но 3 месяца, и он ушел с ковра, задыхался. Я уж не говорю сейчас про любимую тему коронавируса. Курильщикам 10 раз хуже, чем некурильщикам. Любая проблема, связанная, легкие, 5 минут без дыхания, смерть – это самая важная система в организме. Поэтому вот, как бы, принимайте решение. Я вот на всех этих таблицах, которые регулярно показывают, здесь вот, смотрите, самая длинная вот эта строка вредной привычки. Она еще и с минусом. Минус, то есть, типично используют, типично вот, ну, вот курильщики, пьющие там, наркоманы и так далее, средняя цифра 17-50-х годов. Вот. Это то, что вот среднее по стране. Это среднее. То есть, они вот 17 лет, то есть, каждый средний человек в нашей стране 17,5 года дарит бизнесменам, которые продали им, там, вот эти все продукты, которых мы сейчас подробно рассмотрим. Ну, вот. Ну, глупо. Вчера показали по телевизору Бакину, который, значит, который доктор, диетолог прям, прописывает, что есть, не есть. Она показала такую небольшую черную коробочку, где у ней весь, не знаю, сейчас не помню, ни то завтрак, ни то обед, ни то что. Вот буквально вот такую, совсем маленькую, как, улыбаясь, Бабкина сказала, ну, говорит, там две ложки как раз. Ну, этого достаточно, чтобы я, говорит, наелась, я берегу фигуры и с всеми силами борюсь за свой вес. А народное предложение по количеству съедаемой пищи, это, вот если его кулак зажмете, то вот этот объем, это пища. Вот у них коробочка, по-моему, вот по объему, по целому объему, вот с ее, наверное, кулак. У меня большой довольно кулак. Вот, собственно, и все. И с этого начинаются проблемы. Расстроился, любое питание, любая пища, она успокаивает. Ну, просто жуешь эти две чельки туда-сюда, туда-сюда, это уже успокаивает. Ну, занят там, отрезаешь, чистишь, разогреваешь тоже, это тоже, это все отвлекающая система. К сожалению, она еще там туда-сюда, что это какие-то там сладкие, вкусные, привычные там вещи и так далее. То это становится через какой-то срок, а срок этот четыре или пять месяцев, становится привычкой. И уже с этим делом очень трудно бороться. Примерно месяц нужно, чтобы вы отвыкли от одного вида пищи и перестроились на другой. Я это много раз говорил, но так вот на всякий случай. Это работа в основном рекламы. Я был очень многих стран мира, и первое меня встречает реклама на счетах, в телевизоре и так далее. Биг Мак, 4,99, 3,99, 2,99, 7,99 на той валюте, в которой я приезжал, я был в 120-ти станок. И эта реклама, куда ни повернись, она везде вылезает, и хочет, хочет, и выучит, что Биг Мак стоит 4,99, 5,99. Великолепно организована эта Макдональдс, там и есть место для игры, для детей. И стоят, и Макдональдс всегда занимает школьников, которые быстро обслуживают, ничего там хитрого нету и так далее. В общем, вот все сделано для того, чтобы вы заехали 5 минут, в каких местах, сейчас я и в России видел, руку протянешь, прямо на машине подъезжаешь к окошку, руку протягиваешь, тебе дают, например, кофе, биг Мак твой любимый, или жареные сосиски, ну, в общем, фастфуд, ты тут же выдаешь деньги и поехал. 5-3 минуты для того, чтобы получить эту пищу, которая стоит, там, 3,99, 4,99, и все. Удобно, безусловно. Но вот если посмотреть, вот сейчас у нас там любимая реклама, это по Биг Маку, смотрите, хлеб, раз, крахмал, затем, я бы сказал, тряпочкой из листа капусты или чего-нибудь такого овощного, дальше лежит слой сыра, дальше лежит слой, там, какой-нибудь котлеты. Ну, там, как всегда, там, греть, фу, это горчица, там, кетчупы, бог знает чего. Второй слой. Вот теперь рассмотрим с позиции здорового образа жизни. Крахмалы нельзя смешивать с белками, с сыром и с мясом. Там два вида белка, молочный белок, это сыр и мясной белок. Тоже нельзя смешивать. Вот вам, то есть, вот этот Биг Мак практически на пользу вам не войдет. Он не усвоится. Мясо не сможет перевариться, потому что вот этот самый хлеб мешает в жилке. Этот хлеб не переварится в 12-й петель, потому что это вот самое мясо и сыр мешает. И весь этот пищевый комок отправляется дальше, там, путь 10 примерно метров, добирается до толстого кишечника. И он является обыкновенным, все, что не переварилось, является обыкновенной отравой, которая двигается там, оставляя там полипы, там еще что-то такое. В общем, это надо к специалистам обращаться. Пустая трата денег, времени и всего чего угодно. Приходит этот, это, в общем-то, я угрубляю, значит, какая-то отрава. Только там жидкость усваивается в толстом кишечнике. И поскольку жидкость отравлена вот этими неправильными, короче, пищевыми комками, которые, в общем, не переварены, у вас заболит голова. Это нормальное совершенно явление. Значит, два пути. Либо вы делаете клизму, либо снова чего-то едите и вот эту уже отраву проталкиваете следующей. Вот поэтому любимая фраза моих слушателей. Как только в обед не поем, у меня болит голова. Да, это вот пришел завтрак на то место, куда он начинает как бы проявляться в вашем кровотоке. И там болит голова. Так что, а в обед, если был бы еще обед, вы бы опять его потолкнули и так далее, и так далее. Такая простая совершенно технология. Но почему-то я вот не слышал, как правило, реакции обратной, что да, это правильно, но мы, что называется, переиздеваем нашу систему питания. Твощевая зависимость. Вот особенно мне жалко детей. Вот чипсы это почему-то несчастье, на мой взгляд, а на самом деле это самая популярная пища с картофельными чипсами. И вот этот самый, я уж не помню, по-моему, тот же Мадонна и так далее. Канцерогена от 100 до 100 до 500 раз больше нормы. Это шведые исследования провели по всем этим пакетикам и так далее. В 100-500 раз больше нормы канцерогена. Детей трали прямо в самом начале жизни. Они ничего же не принимают. Куда едят? Куда они потому что достаточно ссорили? А это все. Легко, как бы. Если я не хочу, ну, Солевую диету. Ну, вот вам и результат. Деньги от 5 до 20 лет жизни теряем. А в диетрах вообще там начинается, ну, страшно подумать, потому что они более уязвимы, чем взрослые. Кстати, есть такая вот кривая неуязвимости. Значит, в детстве у нас высокая уязвимость. Потом где-то к 40-50 годам мы, что называется, уже натренированы, и уязвимость падает. Что бы мы ни ели, вроде как бы меньше. А потом, естественно, в пожилом возрасте снова начинает быть уязвимая вот от этой всей мути. Вот. То есть мы до 50 лет тренируемся, чтобы быть неуязвимыми, но это за счет срока жизни. Вот что я никогда не мог понять, но это факт, который вот удивляет. Кока-кола. Ей уже там 120 или 130 лет. Будто бы намешало куда-то кофеин, чего-то еще там и так далее. Очень упорно скрывает, что там за состав. Ну, еще они добавляют газировку какую-то. И вот этот самый Кока-кола 120 лет продается. Детей можно приучить бы за 2-3 дня, а они все после этого у мамы спрашивают Кока-колу. Ну, а подшилка, ну, на тебе вот эту бутылочку Кока-колы и вперед, и так далее. Вот, собственно, и все. 130 лет сокращают срок жизни. Врачи запрещают пить Кока-колу. Ну, почему, спрашиваются? Запрещают, если протезирование зубов идет. Фанта туда же относится. Вся вот это вот братство пипси-колы, Кока-колы. Вообще, они, врачи, мне прямо вот зубная, у меня очень хороший знакомый врач, как у вас зубная, любые цветные жидкости. Ну, и я вот не поленился, перечисляю. Головные боли, тревога, бессонница, нарушение сна, повышение сахара в крови, кровяного давления, нарушение работы сердечно-сосудистой системы и так далее. Да, и рвота, и диарея. Что хотите. Вот, собственно, что случилось? Ну, никто даже не осмысливает ситуацию. Вкусно-вкусно, и поехали. Удобно-удобно. А уж по части удобства, это опять же вспомните, и на машине можно руку протянуть, вам бутылку Кока-колы дадут, и купить ее всегда можно. И реклама, я вот сейчас никак не забуду, на Олимпийских играх Кока-кола была генеральным спонсором. Спортсменом и журналистом эти бутылки, так сказать, ну, что называется, вот только что спать вместе с ними не ложились. Везде не торчали, все. Кока-кола, вот, и более того, целые команды болельщиков, они покупают билеты у Олимпийского комитета, и болельщики в одежде Кока-колы, там отдельные у них секторы на трибунах сидят, и, в общем, участвуют, ну, в виде болельщиков, в виде, как бы, зрителей участвуют в этом деле. Масса денег тратится, вдалбливает, я не знаю еще, какие слова применить, но, значит, Кока-кола, пчелка всегда, и первая мысль у детишек, они привыкают потом, они в взрослом состоянии, так далее. Кока-кола, если вы статистически посмотрите в любом кафе, там, и так далее, Кока-кола очень часто доказывают. Ее знают. А откуда ее знают? Да миллиарды тратятся на то, чтобы вы ее не забудете. Вот, собственно, и все. Ужас. Но, тем не менее, вот такова жизнь. Алкоголь. Ну, я, по-моему, все знают, что это яд, что и так далее, но кто с устатку, кто перед обедом, кто день рождения и так далее, это вошло в нашу повседневную, как бы, бытовую жизнь и прочее, прочее. Сокращая жизнь ужасно, там, вот, 10-15 лет, умеренно пьющие только. Только умеренно пьющие. Страшно, особенно для женщин, потому что женщины быстрее к ним привыкают. Вообще, к любому наркотическому средству женщины привыкают раза в 4 быстрее, чем мужчины. И это кошмар. Только начали, и тут же это. И надо, бывают волевые люди, и женщины, и мужчины, когда не буду, и все. И вроде бы останавливается. Единственный, который я знаю способ, я видел очень много такого рода в клинике лечеблагодания Николаева. Голодом запросто можно отвязаться от алкоголя. Очень трудный вход и прочее. То есть, вот это, как бы, не очень легко все проходит. Потому что надо же подготовиться, надо идти на пару недель к здоровой жизни. А если он алкоголь, то непонятно. Значит, он там вот как-то должен остановить на пару недель этот процесс. Если проголодает, зависит от алкоголя, пропадает. Я видел, по крайней мере, несколько человек в клинике Николаева, в том числе лечебного голодания Николаева, где это происходило. Так что, один из довольно надежных способов. Ну, у некоторых воля очень сильная, и тогда, ну, не будет, чем раньше, тем лучше. Но это не дает. Никаких преимуществ это не дает. И мне тут, вот, я провожу дела в беседах, там, это, так сказать, вот, делам связанной технологии уже, и с вот этой программой тестирования здорового образа жизни, и спортсменов, и так далее. Ну, как, говорит, можно вести переговоры, не выпив рюмочку? Я говорю, ну, пейте я воду, и так далее. В общем, ну, или молча воду пью. Очень часто в эту рюмку наливаю воды, чтобы, как бы, не приставали, что называется. Ну, это надо победить. 10-25 лет ни у кого лишних, лишними не бывает. О, никотин я уже успел много раз сказать. Тут, может, не знаю, лет, наверное, 10 назад я вот этот вот конкурс победителей по выкуриванию сигарет я видел. Ну, буши, они часто устраивают такую соревнование. Кто больше съест, кто больше выпьет, кто больше выкурит, кто больше, в общем, короче, кто больше. Вот 60 сигарет умерли, смертельная доза там где-то 50-100 миллиграмм, это 20-30 сигарет, а он 60. То есть даже, и потом он в один раз, вот, курильщик, он пачку сигарет курит эти 20, да, но у него это распределено, и организм успевает адаптироваться. А если в раз, ну вот, померли. Я этот вот, я еще вот больше, много лет пытаюсь увидеть еще раз какое-то соревнование по никотиновой игре, ни разу не видел больше. Видимо, это вот их отрезвило все-таки. Курильщики, мне прямо вот сейчас, сейчас в самый момент бросить, поскольку этот коронавирус, он на легкие действует, и курильщики – это первые кандидаты на заболевание. Самые первые – ослабленные легкие. Мне однажды мой знакомый хирург показал фотографию, ну, в анатомичке сделанную, вскрытие было легких, черные, прям совершенно черные. Так что, вам гарантированно, и язвы ротка, и инфаркт миокарда, и рак, и сосуды потеряют эластичность. Ну, что только не происходит. А у дам, они об этом больше всего беспокоятся, ищут солюлит придачу. Главное, это вот, чем она противна, что это зависит, как появляется, от нее трудно избавиться. Ну, я, по крайней мере, знаю одного Норвегия, который, в общем, Норвегии не любит курить. Как-то ему, видимо, в детстве, или там, в юности, его затащило в эту систему. Бросить никак, не волевой он точно. И потом я все перемотаюсь, и очень часто через Амстердам, только там, и есть какая-то жвачка, я не помню название, которую я ему привозил, он через жевал-жевал, через, короче, через, не помню сейчас даже какой срок, он от-таки доживался от того, что бросил курить. Очень он был счастлив. Ну, вот. Психология, там, психотренинг, там, и так далее. Это у кого хорошая воля, это вот они, не знаю, так сказать, хочу, курю, хочу, не курю. У меня был родственник дальний, который летом уезжал в горы, там он был инструктор по какому-то, я же не помню, почему, по альпизму, почему, там он не курил. Приезжал вот в осенне-зимний период в Москву, и тут он курил. Но больше я такого ни разу не видел. Трудно это сказать. Но воля была великая, наверное. Наркотическая зависимость. Это вообще страшная система. Детей приучают, там вот вокруг школы, там эти продают, или дарят бесплатно дозы, приучают. И что интересно, среди бедных, через, кто попал в эту систему, 3-7 лет. Если у вас, вы богаты, ну, то есть у вас есть деньги, или какая-то есть возможность, то тогда все время идет детоксикация, детоксы, они там, называют, и так далее. Врач должен быть теперь, нарколог. Да, вот промывается, что можно, и так далее. Ну, вот тогда 20-25 лет. Средний возраст наркоманов 13-25, треть населения под угрозой, самое рабоспособное кого население, кто работать будет. Я бы вот этих наркоманов всех видов и оттенков, как делают в Сингапуре, сам видел. Везешь этот самый наркотик 25 лет, продаешь наркотик, смертные казни. Нет там наркоманов, куда-то они там. там это. У нас как-то, я помню, даже в прессе была какая-то девочка, она утверждает, что тебе посунули, вот, ну, никто не может понять, вот она в Сингапуре как бы это проезжала с этим самым подсунутым наркотиком, 25 лет, и присудили, я не знаю, чем это кончилось, там всякие посольства и так далее, что-то там произносили. Но вот факт и все. А здесь же, значит, уговаривают, там еще что-то такое, какие-то там штрафы денежные, да и у них миллиарды, какие штрафы? Миллиарды. Ну, таким образом. Ужас. Это вообще уже как бы не вредная привычка. Это гарантированная смерть, причем быстро. Вот, смотрите. Полутора миллиардов, полутора треонов в год в России. Все наркоманы всегда занимаются преступлением, потому что они ищут деньги для того, чтобы найти дозу. И все это каждый год возрастает четыре-пять раз. Вот это статистика. Имущественное преступление, смотрите. Наркомания здоровая, ну, что-то я лозунгами буду говорить. Это не вредная привычка. Коллеги, я завершил это печальный лебинар. Лебинар. единственная страна, по-моему, какая-то там, забыл, которая производит наркотики легально, или Кока-Кола, забыл, какая-то страна называется, где-то там в Южной Америке, где они там растут сколько хотите и так далее, собирают листья, продают и прочее, прочее, прочее. За счет этого живут. А в общем-то это несчастье, ничего не сделаешь. Так, у меня все, есть вопросы, буду рад ответить. Так, Сергей Николаевич, Сергей Николаевич нас всех поздравляет с Масленцей. Коллеги, какие-то вопросы есть, или вы и так знаете все, что я рассказал. И я считаю, что я занимался повторной пропагандой. Ну, просто общая ситуация. Годы жизни пропадают. За просто так. Ну, жалко очень. Спасибо.